Обладать собственным жильем – заветная мечта и право каждого человека. Однако, необходимо помнить, что приобретение дома или квартиры, помимо приятных хлопот, возлагает на хозяев определенные обязанности, а именно уплату налогов – земельного и на недвижимость. Что касается последнего, то им облагаются капитальные строения, их части, а также машин и места, расположенные на территории Беларуси. В частности, уплачивать налог на недвижимость должны лица, имеющие в собственности две и более квартиры, либо обладающие долей на квартиру, собственники квартир в блокированном жилом доме, а также собственники капитальных строений, не завершенных строительством, имеющие фундамент, стены, крышу, или строительство которых завершено, но они еще не зарегистрированы в установленном законодательством порядке. Есть ситуации, когда человек владеет двумя и более квартирами. В этом случае собственнику предоставлено право выбора, за какую недвижимость платить налог. Это делается весьма просто. На основании его письменного заявления, представляемого в налоговый орган по месту жительства, с указанием местонахождения всех принадлежащих физическому лицу жилых помещений, в многоквартирных или же блокированных жилых домах. В случае непредоставления физическим лицом такого заявления, освобождению от налога на недвижимость подлежит одно жилое помещение, приобретенное им в собственность ранее других жилых помещений. Плательщиками земельного налога признаются физические лица, у которых участки на территории Беларуси находятся в постоянном или временном пользовании, по жизненно наследуемом владении или в частной собственности. Следует учесть, хозяин имеет право производить расчет по вышеуказанным налогам частями, что автоматически сохраняет семейный бюджет от негативных последствий, связанных с несвоевременной уплатой. Для того, чтобы узнать все законодательные нюансы и воспользоваться имеющимися для некоторых категорий граждан льготами, необходимо обратиться в налоговый орган по месту жительства.